друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать героиня мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей а именно вчерашнюю лёлькину статью на яндекс дзене под названием не учите меня предохраняться да представляете оказывается лёлька прекрасно знает как это делается знает друзья мои но скрывает лёль тебе надо было написать дальше продолжение название статьи не учите меня предохраняться лучше помогите материально да друзья мои ведь лёлька пишет о том что вы знаете мы с моим нынешним мужем сейчас на одной волне и он очень счастлив тому что я подарю ему очередного ребенка представляете грешаня но опять же исходя из лёлиных слов сказал ей что это здорово новый ребенок лиха беда начала мол все только начинается лёля имеет ввиду что начинается рождение детей мол будут рожать до победного практически так было сказано поберухой в этой статье знаете много чего здесь лёлька сказала но посыл был таков что лучше помогайте 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 многодетной семье в ее проектах правильно правильно а я вот и думаю а чего грешани друзья мои боятся когда он прекрасно понимает что всю помощь будут оказывать поберухи ее же обожатели хомяки а почему бы собственно и нет да ведь мы помним все прекрасно как варе коляску друзья мои тоже приобретали зрители не папаша шурик а именно зрители молодцы все там я смотрю замечательно устроились и говорят а мы сложности не боимся конечно с другой стороны а здесь здесь простите сложности когда одна рожает ну а содержать будут другие люди в общем статья друзья мои предохраняться не думала или вообще не знаете что это такое с ума можно сойти как кошка отцов то хоть запоминаете кому 11 детей нужны кроме матери в случае непоправимого вот только несколько комментариев пишет поберуха под одним из моих последних ютубных видеороликов остальные походу уже оперативно удалены моими друзьями модераторами которые не хотят чтобы я переживала в моем интересном положении ну да лёля находишься ты постоянно в интересном положении постоянно беременна далее пишет лёлька спасибо мол модератором в том видео я пооткровенничала рассказав о своей 12 беременности но вот удивляясь что движет такими людьми что побуждает их поливать меня столь мощным потоком помоев такое ощущение как будто я каждый день рожаю и приношу лично им по ребенку чтобы они его растили и воспитывали нет лёль слава богу нам ты своих детей не подкидываешь как кошка нет ты их подкидываешь своим более старшим детям которые почему-то вместо того чтобы иметь какое-то нормальное детство которое есть абсолютно практически у каждого ребенка но если там нормально адекватные родители так нет вместо этого детства ты подсовываешь своим более старшим детям своих маленьких новорожденных детей и все дабы они его растили и воспитывали а вы с папашами как всегда умываете ручки ребят ну а чок так не рожать согласитесь далее далее пишет поберуха ругают меня за то что я якобы капслоком написано безответственное давят на совесть вопрошая как я смею плодить нищету и не задумываться о том а вдруг умрешь кому тогда нужны будут твои дети есть мол даже такие комментаторы которые вообще проклинают желают смерти моему еще нерожденному малышу ну и тут она значит показывает комментарий мол надеюсь последний 12 ребенок а 13 не бывать вы знаете ребят мне кажется что вот эти комментарии пишет сама поберуха сама поберуха или кто-то из ее ближайшего окружения может детки может чита козлодоевых и так далее дабы показать смотрите смотрите какие гнусности какие мерзости пишут хейтер хотя опять же я за всех хейтеров конечно же ручаться не буду естественно люди все разные да но с другой стороны друзья мои давайте почитаем то что пишут сами лёлькины хомяки вот допустим даже если почитать что они пишут на моем обзорном канале да то порой вы знаете просто смотришь и думаешь боже мой и людям не стыдно такое писать нет нисколько не стыдно в общем лёлька считает что она прекрасная мать ответственная а никакая бы не безответственная как мол про нее пишут далее далее опять ребята лёля начинает начинает себя причислять ко всем многодетным и пишет к сожалению нам многодетным приходится порой встречать таких неуемных критиканов в нашем обществе ну да опять опять друзья мои лёлька решила подмазаться ко всем многодетным лёль ну хватит уже ну заканчивай уже в конце концов но тебя обсуждают не по той причине потому что ты многодетная и продолжаешь рожать детей нет ни по этой причине ты прекрасно знаешь по какой причине к тебе столь пристальное внимание со стороны зрителей ты прекрасно знаешь по какой причине тебя обсуждают и даже если не брать твое попрошайничество на ютубе то что ты вводишь людей в заблуждение да то что ты врешь обманываешь и так далее даже если взять тебя просто в контексте многодетной матери то я тебе хочу сказать одно что ты та мать которая только тупо рожает детей ради ради их количество они ради качества да ты родила и бросила и скинула на других детей и пошла дальше пошла дальше либо искать нового мужичка либо уже будучи в браке делать клепать очередного ребенка ну и в чем здесь скажите пожалуйста мне героизм далее далее лёлька пишет какая она бедная несчастная какие хейтеры сволочи я говорит уже сама все меньше и меньше обращая внимание на ваши безумные послания но каждый день на мои соцсети подписываются сотни новых людей которые искренне не могут понять за что на маму 11 детей сыпятся обвинения во всех мыслимых и немыслимых грехах которые она очевидно не совершает ну да лёль действительно пока тебя не знаешь пока тебя не смотришь пока не видишь этой самой настоящей картинки да действительно не зная ситуации может возникнуть такой вопрос за что на казалось бы внешне вполне себе благополучную картинку да вот почему к ней такие претензии но опять же для того чтобы не задаваться таким вопросом надо просто посмотреть несколько роликов лёльки поберухи и там становится четко ясно понятно что детьми занимается кто угодно но только не мама поэтому людей и возникают вопросы люди начинают лёльки писать нафига ты рожаешь еще когда эти дети у тебя брошен ребят а разве не брошено я уже молчу про матрону я уже молчу про якова ну ведь вероника маленькая варя маленькая да этим детям никто не уделяет никакого внимания вообще даже близко никакого не мамы не папы шурика я за папу тоже не считаю а там сейчас появится еще один ребенок у которого будет и мама и папа то есть на варю на веронику уже никакого внимания никто конечно же даже близко обращать не будет про якова уже давным давно поберуха забыла про матрону про настю даже близко не вспоминает второй тройки игроков тоже друзья мои несказанно повезло они уже подрастают и теперь вовсю на их плечи как раз таки ложатся мамкины новые очередные детки ну чё я бы сказала замечательно устроилась да далее далее лёлька пишет смотрите сами я всю свою жизнь стараюсь обеспечивать своих деток всем необходимым и сверх того ведь мое материнство началось в слишком юном возрасте далее опять начинает вспоминать первого мужа как он дал ей пинка под зад как она ушла друзья мои как она поднимала своих детей и так далее и сейчас пишет поберуха сейчас у нас есть абсолютно все да и бесчисленные помощники мол которые облегчают ведение хозяйства стиральные сушильные машины посудомоечная машина роботы пылесоса мультиварки блендеры и другие высвобождается мол куча времени для выполнения какой-то другой работы и общения с детьми о как друзья мои представляете да то есть наша лёлька то стонет постоянно я устала у меня нет никаких сил я скопытилась я ухайдокалась я больше не могу а тут вы знаете когда ей удобно лёлька начинает вспоминать о том что на дворе 21 век да друзья мои прогресс дошел и до поберухи начинает перечислять о своих вот таких вот помощников да которые ей освобождают кучу оказывается свободного времени для какой-то другой работы и для общения с детьми правда этого общения с детьми никто не видит в том числе и сами лёлькины дети как интересно да то времени нет ни на что даже поспать и сходить в туалет а тут оказывается масса свободного времени лёль мы прекрасно знаем что все это дело да и собственно стирают и моют и убирают и готовят у тебя специально обученные люди явно не ты этим занимаешься пишет у каждого члена моей немаленькой семьи есть все но раз так чего бы мне не рожать о как представляете да друзья мои то все есть то дайте подайте спасите помогите иначе иначе нам друзья мои никак 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 без вашей финансовой помощи в общем лёлька пишет про то что надо рожать больше красивых и талантливых россиян как она написала да да особенно талантище мы видим прекрасно по первой тройке игроков там исключительно одни сплошные таланты алё мы ищем таланты точно так же и здесь друзья мои ну и вот я говорю в конце мне понравилось как она написала мы с мужем на одной волне наконец-то я вышла замуж за человека моей мечты и он полностью разделяет все мои взгляды узнав о моей двенадцатой беременности он был очень рад и лишь уверенно произнес нас детьми не напугать лиха беда начала будет у нас и тринадцатый и четырнадцатый если так угодно богу и поберуха пишет ну как не любить такого необыкновенного супруга ну да друзья мои у одной нет мозгов у этого нет мозгов устроились замечательно и кстати в конце лёлька подписала вам если вам искренне нравится поддерживать проекты моей многодетной семьи ну правильно вы клепайте детей с грешаний а хомяки дураки пусть поддерживают ваше семейство на плаву да своими финансами своими денежками в общем очень интересная ситуация друзья мои оказывается лёлька знает как надо предохраняться но зачем это делать когда ей этого делать не хочется да да друзья мои вот такая у меня вот такой меня получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю всем пока пока и конечно же до скорых встреч а а а а а